МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖИТОСО. В студии Адина Смогулова, сурдоперевод Даурена Абдрасилова. Язык страны, язык дружбы. 22 сентября Казахстан отметит праздник языка. В этот день в 1989 году был принят закон о языках, согласно которому казахский язык получил статус государственного. С той поры по всей стране проходят различные мероприятия, объединенные названием фестиваль языков. В целом в рамках празднования даты в Алматинской области организовано более 800 мероприятий. Четыре из этого числа республиканского значения, 14 – областного, и 802 – районного, городского и сельского. Об этом во время брифинга сообщил руководитель областного управления по развитию языков. По словам Булата Керембека, впервые в нашей стране организован республиканский конкурс мастеров живописи Тель-Жанета Уильсездак. В нем приняли участие 87 художников. Они – представители 125 творческих работ. Самому старшему из участников – 66 лет, самому младшему – 9. Итоги конкурса подведут 21 сентября. В этот же день пройдет награждение победителей. Все мероприятия проводятся в онлайн-формате. Информацию о фестивале для всех участников мы публикуем в соцсетях и на сайте Управления по развитию языков. Мы заинтересованы в том, чтобы в фестивале участвовало больше молодежи и есть числа ровесников независимости. Мы хотим знать о их планах на будущее. Под прицелом кисти и красок воспеть в картинах «Любимый город», который 20 лет назад обрел статус областного центра Алматинской области, решили художники края ЖТСУ. В связи с этим в Талдырганском парке «Жастар» организовали пленэр с участием профессиональных живописцев и любителей. На творческой площадке побывал и наш корреспондент Жандос Назарбаев. Большой пленэр – творческая мастерская под открытым небом, объединяющая профессиональных художников и сквозствоведов, учеников и студентов художественных учебных заведений, а также горожан, любящих рисовать. В своих картинах живописцы показали преобразование центрального города Житцузского края. В мероприятии приняли участие около 100 мастеров красок и кистей. «Посмотрите вокруг, это везде какие у нас архитектурные комплексы. Нигде в других областях нет таких комплексов, нет такого пейзажа, нет такого высокого неба. Действительно, наш третий космонавт взлетел отсюда, с Талдыргана. Я думаю, что это своеобразная дань свыше нам, особенно тем, которые занимаются искусством. Я думаю, что сегодняшнее полотно, они действительно являются своеобразным, можно сказать, выплеском души». Мероприятие прошло в парке Жастар, являющейся одним из любимейших мест горожан и гостей города, где для них звучала живая музыка в исполнении молодых музыкантов. Отметим, что по итогам пленера 22 сентября будет проведена выставка, где художников ждут денежные вознаграждения и множественные призы. «Итоги этого пленера 22 сентября в выставочном комплексе будет организована выставка, где будут показаны все эти картины. Любой желающий житель города, гости города могут прийти туда, посмотреть и вспомнить, каким был 20 лет наш город и сейчас, как он преобразился, какие красивые здания, какие красивые объекты были построены. И все они могут вот это все увидеть». Именно в таких живописных местах, как Семеречья, люди искусства вдохновляются творчески, поэтому художники стремятся утвердить все самое прекрасное и красочное на своих холстах, дабы зритель тоже смог заразиться жить в этой гармонии. Жан Дос Назарбаев, Мадиб Айбусынов, телеканал ЖТСУ. Сквозь призму истории открыты уроки и классные часы в честь 30-летия независимости страны. Прошли в нескольких образовательных учреждениях Талдыгругана. Среди них средняя школа, гимназия имени Жумабаева и политехнический колледж. Учащимся рассказали об этапах обретения суверенитета и развитии независимого государства, которое сегодня продолжает успешно развиваться. Подробнее расскажет Мадина Несапек. Необычный урок прошел в средней школе гимназии номер 19 имени Жумабаева. Его посвятили истории становления нашей страны с начала обретения суверенитета. В ходе занятия педагоги и учащиеся обсудили этапы развития и достижения республики. Но особое внимание уделили образованию и воспитанию подрастающего поколения. Это мероприятие очень важно для наших детей, так как со школьной скамьи мы должны прививать патриотизм, любовь к родине. Эта независимость для нашей республики досталась нелегко, трудом. Начиная с самых первых дней получения независимости, наша страна обрела собственный вектор развития по всем направлениям. Казахстан шел вперед и достиг поставленных целей. Сегодня важно сохранить весь накопленный за эти годы потенциал. Для дальнейшего продвижения поставленных целей нужна грамотная и инициативная молодежь, уверены педагоги. Мы старались, чтобы наша страна была независимой. Их потомки живем благодаря ним в независимой и свободной стране. И мы должны быть им благодарны. И мы должны стараться сделать все то, чтобы наша страна дальше процветала, становилась лучше. Мы хотим, чтобы наша страна была в топе лучших стран. Все мы этого хотим и все мы этого желаем. Будущее, несомненно, в руках молодого поколения. Руководство школы-гимназии подчеркивает важность проведения подобных классных часов. Это формирует будущую личность и пробуждает чувство патриотизма в каждом ребенке. Наш президент Касамджом Артокаев отметил, что праздник для независимости нужно отмечать не пышными торжествами, а итогами проделанных работ. В целях реализации поручения президента в образовательных учреждениях проводятся масштабные открытые уроки, чтобы привить к детям чувство патриотизма. Педагоги не ограничились только рассказами об истории становления республики. В ходе открытого урока школьники пели песни и читали стихотворения, посвященные знаменательной дате нашей страны. Провели открытый урок ко дню независимости и в Политехническом колледже города Талдыкурган. В нем приняли участие студенты инклюзивной группы образовательного учреждения. Стоит отметить, что воспитательные часы проводились с соблюдением всех санитарных норм. Студенты нашего колледжа и студенты инклюзивных групп сегодня показывают на своем примере возможности, которые дала нам наша независимость, из-за независимости нашей республики, нашей страны, будут проходить национальный чемпионат. К этому готовятся 15 наших студентов, которые в составе сборной нашей области будут защищать честь наших студентов. Именно в этих направлениях и своими достижениями, успехами, победами будут встречать этот год, юбилейные нашей независимости. В политехническом колледже три инклюзивные группы. В них обучаются около 70 детей с особыми потребностями. Всего в учреждении получают среднее образование 2,5 тысячи студентов. В юбилейный для республики год здесь планируют проводить разные мероприятия, посвященные независимости. В нашем колледже была организована выставка Тайвилсидыг-Джен-Ильбасе, а также 30 лет независимости Республики Казахстан. Также объявлен конкурс среди 3 и 4 курсов, конкурс ЭСЭ на тему Тайвилсидыг-Джен-Ильбасе. Лучшие статьи планируются опубликовать в городских, а также районных СМИ. Педагоги уверены, дети должны знать весь путь нашей страны. От провозглашения независимости до создания структуры государственного управления, утверждения государственных символов. Именно с этого начинается становление личности. Мадина Неспек, Нуржан Муканов, Телеканал ЖИЦУ. На уборку «Становись» в целях улучшения экологической обстановки в области сегодня состоялся субботник. В рамках общереспубликанской акции «Бергетта за Казахстан» к работам по облагораживанию и наведению чистоты были привлечены различные службы Талдыкургана и энтузиасты. Как прошла коллективная уборка в областном центре, расскажет наш корреспондент. Привести город в порядок – задача общереспубликанского субботника. Пока не наступили холода, каждый теплый и солнечный день все службы города стараются использовать для наведения чистоты. В дружный трудовой десант сегодня вошли работники городской администрации, торгово-промышленных предприятий, а также волонтеры. В субботнике приняли участие более полутора тысяч человек. Ведь чистый город – это залог здоровья. Ведь приятно, когда ты проходишь, нет ни бычков, ничего такого. Так что нужно всем поддерживать чистоту. Относиться к городу, где ты живешь, нужно бережно. И не стоять в стороне, а активно участвовать в субботниках. Только за сегодня приведены в порядок более 92 улиц. Было очищено 50 километров арычной системы. К санитарной уборке подключили 15 единиц техники. С их помощью вывезено 1200 кубометров мусора. Я считаю, что все люди имеют право жить на этой земле. Поэтому мы должны этим правом не просто пользоваться потребительским отношением, эгоистичным к природным ресурсам, а должны каждый быть осознанным и начинать с себя. Прежде всего. И не говорить, что это не мое, я там не буду. А если это будет в общем, командно, то мы сможем сберечь эту нашу природу для следующих поколений. Особенно приятно, что результат совместного труда виден сразу. Он сближает и сплачивает соседей, коллег, незнакомых людей. Только совместная работа жителей города, предприятий, организаций и власти поможет сделать жизнь в городе еще более благоприятной, уютной и комфортной. Жан-Дос Назарбаев, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Алматинская область наконец избавилась от красного статуса и по темпам распространения ковида перешла в желтую зону. Об этом сообщили представители межведомственной комиссии по противодействию распространению вируса. За прошедшие сутки 264 жителя региона заразились коварным заболеванием. Выздоровели 516. Однако для создания коллективного иммунитета необходима вакцинация не менее 70% населения. Алматинской области первым компонентом привились чуть более 728 тысяч жителей, а это 66%. Полностью обезопасили себя от опасного заболевания около 614 тысяч человек. В этом вопросе в числе самых ответственных оказались граждане Реймбекского района, в частности жители села Коксай, где почти каждый сельчанин прошел полный курс иммунизации. Здесь проживают 736 человек, из них 437 сельчан уже обезопасили себя и близких от влияния коварного недуга. В этот контингент не попали несовершеннолетние и те, кому прививка противопоказана. Не отстают по показателям их соседи, жители сел Кукбиль и Тегестак. Местное население тоже на 100% провакцинировано. В целом по всему Реймбекскому району свою дозу препарата от ковида получили 77% жителей. В их числе и более 16 тысяч пожилых людей от 65 до 100 лет. К новостям Республики. Три человека пострадали при тушении природного пожара в Карагандинской области. Это жители поселка Егендабулак Каркаролинского района. Их госпитализировали в больницу. Один из них в тяжелом состоянии с 90% термическим ожогом тела. Всего за сутки спасатели ликвидировали 6 степных пожаров и возгорания. Огонь охватил 3000 гектаров в Актугайском, Каркаролинском и Шетском районах. В тушении пожаров было задействовано больше 300 человек и свыше 90 единиц техники. В Уральске стартовал международный фестиваль короткометражных и документальных фильмов «ЖАЕК». В конкурсе участвуют работы из Франции, Армении, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, России и Украины. Изначально поступило 100 заявок. Из них были отобраны 30 фильмов. Оценивают их мэтры отечественного кино. Почетные гости провели для молодежи мастер-классы. А также поделились своим видением развития отечественной киноиндустрии. Во время фестиваля презентовали киножурнал «ЖАС Тулкан». Также состоялась премьера фильма «Канакрады», главную роль в которой сыграла Самал Гислямова. Отметим, она является первой казахстанкой, завоевавшей золотую пальмовую ветвь на 71-м Каннском фестивале. Наглядный пример преемственности поколения. Молодой мастер из Талдыкургана, продолжая дело своего отца, занимается изготовлением казахских национальных музыкальных инструментов. Домбры и кабызы ручной работы пользуются большим спросом, как у профессиональных, так и у начинающих музыкантов. С процессом изготовления инструментов ознакомилась наша съемочная группа. Это заказ специальный дамбра из грецкого ореха. Вот будем сейчас это и делать. Туллиген Намазбеков усердно трудится над созданием очередной дамбры. И сразу видно, что это занятие ему по душе. По образованию молодой человек – программист. И когда-то создание музыкальных инструментов было лишь хобби. Но несколько лет назад творчество стало делом жизни. Это мое дело. Я могу здесь делать, творить. Ну, душе приятно. Как говорится, если не любить свою работу, лучше там не задерживаться. Так я и поступил. Ушел с работы. И начал дело, которое больше по душе. Процесс изготовления дамбры занимает примерно месяц. Все начинается с выбора дерева. Для музыкальных инструментов лучше подходит береза, клен, ясень, орех. Из мягких пород дерева обычно делаются тренировочные инструменты. Для профессиональной игры выбирают более твердые породы. Они отличаются прочностью и звучанием. Затем мастер заготавливает запчасти для корпуса. Вымочив их в воде, он выгибает клепки на специальной печи, а после сушит. Пока же можно заняться вырезанием грифа. И уже в последнюю очередь важно проверить, правильно ли звучит музыкальный инструмент. Искусство создания дамбры всегда передавалось из поколения в поколение. Вот и молодой талантливый мастер всему учился у своего отца. Отец Тулегина, Тлешно Мазбеков, изготовлением музыкальных инструментов занимается 30 лет. За это время из его рук вышли десятки удивительных по красоте и звучанию дамбр и кабызов. По примеру отца, Тулегин старается также создавать уникальные инструменты. Вот эта дамбра вырезана из цельного куска дерева. Над ней мастер работал три месяца. Это дамбра, я его назову в кран, орел. Как заметили, вот здесь, на лице орел, и вот тоже, парящий орел. И сзади полностью резьба, ручная работа, охота орла на лицу. Ну тут горы, это как Казахстан, наша земля, наш край. Недавно Тулегин вступил в союз ремесленников ЖТСУ. И сегодня он выражает огромную надежду на то, что совместными усилиями мастера смогут прославить культуру родного народа. Надежда Белова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Пентагон признал ошибкой удар американских беспилотников по жилому кварталу в Кабуле 29 августа. Тогда были убиты по меньшей мере 10 человек. Многие из них дети. Все они, как оказалось, не имели отношения к террористам, сообщили в военном ведомстве США. Вашингтон обещает рассмотреть вопрос о компенсациях родственников погибших. Ранее в Пентагоне называли серию ударов беспилотников в Афганистане ответом на теракт в аэропорту афганской столицы, жертвами которого стали по меньшей мере 200 человек. Представители Вашингтона заявляли, что целями атак были боевики террористической группировки «Исламское государство». Как защитить леса от угрозы пожаров? Все просто. Достаточно укрыть их одеялом. Бушующие в американском штате Калифорния огненные стихии угрожают секвоем. В национальном парке секвоя гигантские деревья завернули в огнеупорные покрывала, чтобы защитить их от пламени. В заповеднике произрастает около 2000 древних секвой, в том числе самое большое дерево в мире – генерал Шерман. Его высота составляет 83 метра. Борьбу с лесными пожарами затрудняет засуха. Суд над рассадником коронавируса. Горнолыжный курорт Ижгаль в Австрии получил печальную известность как один из крупнейших источников распространения ковида во время первой волны. По меньшей мере, 6 тысяч человек из 45 стран в мире утверждают, что заразились именно там и привезли болезнь оттуда домой. На скамье подсудимых мэр Ижгаля и еще 4 человека. Их обвиняют в преступной халатности, в том, что они недостаточно быстро отреагировали на угрозу, исходящую от вируса. К федеральным властям у ясцов претензии тоже есть. По их мнению, когда австрийский канцлер Себастьян Курц взял дело в свои руки и закрыл курорт, ему следовало оставить гостей на карантине там же, а не отправлять с вирусом по домам. Журналисты на старт. Ловкость, гибкость, быстрота движения и реакции. Все эти качества очень нужны в настольном теннисе. Очередной турнир по этой динамичной игре был посвящен 30-летию независимости республики. Участие в нем приняли представители электронных и печатных средств массовой информации Алматинской области. Всего 26 человек, пропагандирующие со страниц газет и экранов телевизоров занятия физкультурой и спортом, взяли в руки ракетки и с азартом отстаивали честь своих организаций. Причем возраст участников был не ограничен от самых молодых до людей солидного возраста. Именно такие турниры служат развитию настольного тенниса в нашем регионе и в целом популяризации массового спорта и здорового образа жизни среди населения. Сегодня турнир был очень замечательным, прекрасен тем, что собрались, на мой взгляд, хорошие, целеустремленные молодые ребята, которые уважают спорт, все время с ним на «ты», это самое главное, потому что сейчас, как никогда, важно здоровье каждого, а самый прямой путь к здоровью – это через спорт. Настольный теннис, как все знают, что это одна из динамичных игр, в которых сочетается и скорость, и сила, и тактика, что благотворно сказывается на общем состоянии спортсмена. Приглашаю всех играть, не только в настольный шахмат и футбол, во все виды спортивных игр, это замечательно, это только нас воспитывает, только нас делает сильными, помогает в жизни. Такой сложилась информационная картина на сегодня. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова